Добрый вечер и как всегда мы говорим о нашем городском хозяйстве. Хотя сегодня хотелось бы начать с очень важной темы, которая не касается ЖКХ, но тем не менее достаточно была ожидаема. Это безналичная форма расчета в нашем общественном транспорте. Неделю назад мы показали, как это работает, эта система. Уже установлены первые валидаторы в «Одиссее» и «Макс». В дальнейшем будем это тиражировать. Это по всему, это по движному составу сначала в КП «Одесс» в городе «Электротранс», ну а в дальнейшем и у частных этой перевозчиков. Хотелось бы отметить, что это переходная модель. Это такая альтернатива. То есть вы теперь имеете возможность рассчитываться не только наличными деньгами, но и безналичной формы расчета. Более того, опций достаточно много у этой системы. Вы можете не только рассчитаться с помощью мобильного телефона, смартфона, а также вы можете это посмотреть, где находится та либо иная единица подвижного состава. Вы можете построить оптимальный маршрут. Вы можете выбрать вагон, который вам нужен, то есть с низким уровнем пола, либо обычный вагон и так далее, и так далее. То есть теперь действительно вам нет необходимости ждать на остановке. Вы можете сидя у себя дома, посмотреть во сколько подъедет ваш вагон. И также сидя дома, это купить себе билет, которым вы сможете воспользоваться уже с помощью валидатора, установленного в вагоне. Немаловажный факт, что это все сделано, выполнено за счет частного оператора. Это выполнено без копейки бюджетных денег. То есть город на это не потратил ничего. Это очень важный момент также. Ну и от электронного билета перейдем к нашему ТГО. Уже можно сказать на носу зима, середина осени. И по идее с 15 октября мы уже должны запускать отопительный сезон. И хотелось бы отметить, что в этом году мы к отопительному сезону готовы это как никогда вовремя. На данный момент можно смело сказать, что Одесса к отопительному сезону готова на 100%. Это касается не только нашего ТКП ТГО, но и наших отосмежников. Это ТЭЦ, теплоэнергоцентраль. Есть ряд частных, это котелин, 5 котелин, которые еще не получили номинацию. Но и тут мы тоже ситуацию контролируем. И до конца этой недели номинация будет получена. Это одним из важных факторов подготовки к отопительному сезону. Это работа на улице Канатной. Это работы по замене сети, которые также были выполнены вовремя. Хотя они действительно составили большие неудобства Одесситам. Но опять-таки повторюсь, это обязательные работы, без которых мы бы не смогли рассчитывать на безаварийный отопительный сезон. Так как это очень важная магистраль. На сегодняшний день это работы по Канатной выполнены на 100%. И уже во вторник мы восстановим полностью автомобильное движение. И уже развивая тему автомобильного движения, мы перейдем к нашему КПСМЭП. Как и заявляли раньше, то есть сейчас ведется полная инвентаризация пешеходных переходов. Те переходы, которые идут из ниоткуда в никуда, мы над ними работаем. Это работаем системно. Об этом мы уже говорили. Результаты, я думаю, вы видите все на наших дорогах. Но помимо этого еще выполнено несколько пилотов. Это первое, это пешеходный переход с подсветкой. И еще один, это пешеходный переход, нанесенный с помощью, так скажем, системы 3D. Мы посмотрим, как себя зарекомендуют эти пешеходные переходы. Какие будут отзывы, что о них будут говорить одесситы. Насколько это удобно, насколько это повысит эффективность и безопасность нашего движения. Если опыт будет это положительный, то в дальнейшем будем множить их во всех районах города. На этом и знаковых событий на сегодня, наверное, и все. Как всегда, увидимся через неделю. До новых встреч.